Анастасия Овчинникова Сейчас главная задача определить фактическое местонахождение мальчика. Мама Марка очень надеется на содействие депутата, которая прямо на приеме приступила к решению проблемы. Мне нужна схема пути к победе в этой истории, чтобы ребенка взять. Приставы с нами, как может нам полиция помочь. К Оксане Пушкиной с темой подобных семейных раздоров обращаются регулярно. Она пояснила, что эти случаи участились из-за отсутствия в законодательстве соответствующей правовой нормы, которая бы закрепила за приставами правопринудительного изъятия детей у отцов-похитителей. Пристав на сегодняшний день не может без суда отдать опеке ребенка. И приставу не может папа отдать. У нас нет таких у них возможностей. Значит, папа, пока пристав уходит в гостиницу и ждет маму, чтобы завтра утром прийти, папа увозит ребенка. Законопроект Оксаны Пушкиной, устраняющий этот пробел, уже находится в Госдуме и прошел первое чтение. Это не единственный острый вопрос, прозвучавший на этой встрече. Оксана Викторовна приняла посильное участие и в разрешении проблемы детей-инвалидов, проживающих в Подмосковье, которым отказывают в лечении московские медицинские центры. Если эта женщина Ирина Ефимовна права, и мы все это узнаем, мама вот этого взрослого ребенка-инвалида, то это системная проблема, это правильный заход. Ко мне нужно приходить с системными бедами. Еще одной такой системной проблемой являются обманутые дольщики ЖК «Восточный», которые до сих пор не могут достроить в Венигороде. Их застройщик СУ-155 банкрот. Новая компания тоже не торопится закончить строительство. Теперь жители вынуждены обращаться за финансированием в федеральный бюджет. Пришли к депутату за содействием в этом вопросе. Пытаемся мы этот вопрос с главой Одинцовского района решать на уровне частных встреч с людьми, от которых это зависит. Я вот сегодня с жителями, мы вырабатываем стратегию, как мы дальше действуем. План Б, А, самый плохой и самый оптимистичный. Большинство поступивших вопросов удалось решить на месте. Со всеми своими подопечными Оксана Викторовна всегда на связи и работает в режиме нон-стоп. Для решения их проблем она использует правовые и административные механизмы воздействия, поэтому ей всегда удается оперативно и эффективно помогать людям. Если они сегодня не здесь, значит у них все хорошо. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.